Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Однажды в детстве преподобный Василиск, тогда еще крестьянский мальчик Василий, сделал крылья из гусиных перьев и, приладив к рукам, долго бегал по пригоркам, пытаясь взлететь. Он верил, что сможет таким образом приблизиться к Богу. Конечно, ничего у него тогда не вышло. Но Господь никогда не посрамляет любящих его. И благое желание детского сердца исполнилось через много лет. Преподобный приблизился душой своей к Богу настолько, насколько это возможно для человека в земной жизни. Святой Василиск Сибирский жил в XIX веке, но по молитвенному подвигу уподобился пустынникам древности. Познакомиться с житеем преподобного старца предлагает нам издательство Новотихвинского монастыря Екатеринбурга и московское издательство «Паломник», выпустившее книгу «Преподобный Василиск Сибирский». В этой прекрасно оформленной книге житие старца Василиска Сибирского представлено на двух языках – русском и английском. Весь текст сопровождается фотографиями и иллюстрациями. Почти 65 лет преподобный Василиск провел в лесах Чувашии, Брянщины и Сибири. В посте, безмолвии и молитве. Его житие – это повествование о стремительном восхождении человеческой души к Богу. И хотя подвиги святого и все его жительство были чрезвычайно возвышенными, каждый православный христианин, ревнующий о своем спасении, может найти в этом житии пример для себя и подражать преподобному Василиску в самоотвержении, в безбоязненном следовании за Господом, в понуждении себя к добродетелям, в особенности, главнейшее из них – к молитве. Как повествует автор «Жития», с детства Василий, так звали преподобного в миру, часто размышлял о небе и мысленно возлетал туда. В сельской церкви он внимательно рассматривал изображения херувимов и ангелов, особенно их крыльев. Как уже упоминалось, однажды он сделал себе крылья и попробовал залететь, но не смог оторваться от земли и приблизиться к Господу. Так впервые он опытно познал, что для этого нужно не крылья из перьев, а нужно угодить Богу, возлюбив его от всей души своей, более самой жизни. Зная от родителей, что все святые проводили жизнь в кротости и послушании, маленький Василий старался перед всеми смиряться и терпеливо переносить огорчение. Он много слышал о преподобном Макарии Калязинском, боярине, который оставил почести мира и богатства, чтобы идти за Христом. Василий с грустью размышлял, как же он может спастись, если ему по бедности нечего оставить. И тогда он стал искать клад для того, чтобы, найдя, оставить его ради Бога. Позднее об этом старец Паисий Святогорец говорил так, «Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертва и человек пребывают в родстве со Христом, потому что Христос есть жертва». И, конечно же, впоследствии Господь исполнил тайное желание своего угодника. Подвязаясь в смиренном служении ему, старец Василиск приобрел клад сокровищ нетленных и стал щедро во славу Божию делиться ими. А пока Василий был подростком, как рассказывает автор, отец отдал его в пастушки. Ему пришлось терпеть холод и зной, дождь, слякоть. Одежда у него была ветхая, пищи, кроме сухого хлеба, не было. Пригнав вечером скот, он не смел просить хозяев накормить его, но они сами давали ему еду, видя его старания и робость. Несколько лет он пас стадо без труда. Все животные держались вместе, не расходились в разные стороны, волки не трогали их, ни одна скотина не потерялась, не заболела. Так было, пока Василий прилежно молился, заботясь об этом не меньше, чем о своей работе. Но постепенно он начал лениться в молитве, и все изменилось. Скотт стал разбредаться, так что мальчик едва успевал за ними следить. Вскоре Василий, осознав свое согрешение перед Богом, вновь стал усердно молиться, а пастушество оставил. Не смея перечить отцу, Василий вступил в брак, но уговорил жену жить как брат и сестра. А вскоре и вовсе с согласия жены оставил семью и начал проводить монашеский образ жизни сначала в миру, а затем в различных монастырях. Некоторое время жил он отшельником в лесах Чувашии. Здесь он, по словам автора, проводил все дни в трудах и подвигах, старался ограничивать себя в пище, питье и особенно сне. Все ночи под праздники он молился. Если же сон одолевал его, начинал класть поклоны, колоть дрова или же пел духовное песнопение. Нередко к нему заходили странники. Он всех приветливо встречал, но если кто-нибудь просился к нему жить, отказывал, называя себя грешным и нерадивым. Если же проситель настаивал, Василий отвечал ему скротостью. «Вместе жить нам никак нельзя, но если хочешь, оставайся в моей келье, а я пойду на другое место». Однако, проводя уединенную жизнь, Василий беспокоился, как бы ему по неопытности своей не уклониться в какое-либо духовное заблуждение, что, как он знал, случается с живущими по своему разумению и желал придать себя в поминовение опытному наставнику. Как-то один из странников рассказал Василию об иеромонахе Адриане, старце праведной жизни, который отшельничал со своими учениками в Брянских лесах. И Василий сразу же отправился в дальний путь, чтобы стать учеником этого старца. И действительно, жизнь при старце Адриане стала для него новой ступенью монашества. Находясь в послушании у старца, Василий проводил строго подвижническую жизнь и через некоторое время был пострижен в мантию с именем Василиска. После пострига молодой монах просил своего наставника отпустить его на более уединенную жизнь. Но отец Адриан не спешил этого делать. Когда же старец перешел на жительство в Каневскую обитель, то благословил отца Василиска остаться в Брянском лесу в столь желанном для него уединении. Подвязаясь в Брянских лесах, старец Василиск употреблял пищу самую простую, даже суровую, а пожертвования от почитавших его если и принимал, то сам почти не ел, а раздавал все другим. Не только простые люди, но и помещики очень любили такие угощения пустынника. Хлеб или другие гостинцы несли домой и с благоговением делили на всех домочадцев. Также отец Василиск вырезал из дерева грубоватые ложки, изящно делать он не умел, и дарил их посетителям. Которые очень радовались этому дорогому для них подарку. За простой нрав, кроткое и смиренное обхождение не только господа, но и священники, крестьяне и пустыножители весьма его почитали и любили. Такова была жизнь смиренного монаха Василиска, посвящавшего все время молитве и подвижничеству. Примерно в это время встретил он своего будущего самолитвенника и духовного брата, отца Зосиму Верховского, тогда еще носившего имя Захария и желавшего стать отшельником. Подробнее о богоугодной жизни святого Василиска, а также его ученика Зосимы, вы узнаете из этой книги. А в заключение можно добавить, что последние свои годы преподобный Василиск провел в уединении, проживая близ Свято-Николаевского монастыря города Туринска. Блаженная кончина старца последовала 29 декабря 1824 года. Время своего отхода в мир иной он указал с точностью, накануне исповедался и приобщился к святых христовых тайн. До последнего мгновения он молился и со словами Господи Иисусе Христе умер, будто уснул. Святой подвижник был погребен близ алтаря монастырского собора. Почитая праведника, в 1913 году жители Туринска возвели над его могилой часовню. В советское время и храм, и часовня были уничтожены. На их месте же были построены гаражи. Святые мощи преподобного были обретены на месте захоронения в 2000 году и ныне покоятся в Спасском монастыре Екатеринбурга. Прославление преподобного Василиска состоялось на Божественной Литургии 11 января в Мужском монастыре Всемилостивого Спаса города Екатеринбурга. Жития святых по словам издателей пробуждают в сердцах верующих людей особенную духовную ревность, дают примеры возвышенной любви к Богу и ближним, веры, молитвы, смирения. Этому нас учат и житие преподобного Василиска Сибирского, святого старца, жившего в Сибири в начале 19 века. Непрестанная молитва и глубокий духовный опыт привели его к святости, поставив в один ряд с величайшими угодниками Божиими преподобным Сергием Радонежским и Серафимом Саровским. Вспомнить некоторые страницы из «Жития небесного покровителя нашей земли» преподобного Василиска Сибирского поможет эта книга, которая, по словам издателей, станет полезной для каждого христианина. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok